Всем доброго времени суток, друзья! Данный расклад для Насти. Настя, мы сегодня посмотрим, как относится к вам на сегодняшний день задуманный человек. И затаил ли он обиду в данной ситуации? Или, в принципе, у него уже весь негатив по поводу этой ситуации, какие-то обиды, какие-то, может быть, неприятные ощущения прошли? А вы до сих пор думаете о том, что происходит, и до сих пор переживаете? По этому поводу мы, с иными словами, посмотрим сегодня, есть ли у вас вообще повод переживать по этой ситуации? Или, может быть, все-таки и повода особого нет? Вполне возможно, что уже ситуация разрешилась сама собой, а вы себя сейчас накручиваете. И вот мы посмотрим, действительно ли вы себя накручиваете, или человек обижен на сегодняшний день еще, и, может быть, он действительно думает тоже об этой ситуации в негативном ключе. Первое, что мы посмотрим, это вообще, что он о вас в связи с данной ситуацией думает, о том, что он чувствует сейчас к вам, каковы его намерения и отношения на практике. Что негативного и что позитивного вы можете получить в этих отношениях в ближайшие 2-3 недели, ну, то есть вплоть до Нового года? Какого поведения сейчас ждет от вас обозначенный человек? Чего не будет между вами и что будет? Какими можно будет видеть ваши отношения? Как их можно охарактеризовать? То есть не предстоит ли расставание по его инициативе в данной ситуации? Ну и, конечно же, совет карт мы посмотрим. И что нам карты порекомендуют делать в данной ситуации? Или вообще ничего делать особо активно здесь не нужно? И первое, что мы смотрим, конечно, мы видим, что его эта ситуация задела. И здесь мы можем сказать, что человек здесь в этом случае, конечно, думает о том, что действительно вы обиделись очень сильно. Он может думать о том, что действительно для него в дальнейшем будут последствия. И вообще он считает, что вот эта ситуация, возможно, судя по вашему поведению, станет с вашей стороны действительно настолько мощным стимулом для того, чтобы вам с ним завершить отношения, что он боится того, что отношения можете завершить вы, а не он. И ему, ну вообще эта ситуация, судя по выпавшей карте, должна достаточно быстро разрешиться. Но тем не менее мы видим, что человек считает, что он очень вас обидел. Он действительно, что у вас, ну буквально, чуть ли не нервный срыв был. Хотя вы и молчали в данной ситуации, но все равно он считает, что для вас это проблема, для вас это удар действительно, для вас это некомфортная ситуация. Но при этом я могу сказать, что он будет склонен свои эмоции держать при себе. И также мы можем видеть, что он, конечно же, в данном случае, скорее всего, попробует с вами связаться сам, когда приедет. Ну вот здесь позвонит ли он, объявится ли он. Карты говорят о том, что да, он все-таки должен объявиться сам. Он должен появиться после того, как приедет. И снова, конечно же, он там признается вам в любви. Он тоже будет говорить о том, что вы ему нужны и прочее. И вообще в его намерениях примирение. То есть он хочет мириться с вами. Сейчас вот после создавшейся вот этой ситуации. Но в то же время мы можем понимать, что он постарается вести себя правильно. То есть успеть вашим и нашим, успеть заехать к вам. При этом не раздражая своих домашних, скажем так. И он, возможно, привезет вам какие-либо подарки. Потому что есть у нас карты, которые освещают ситуацию именно в материальном аспекте. Возможно, человек действительно что-то вам привезет. Какой-то подарок, какой-то приятный сюрприз. Что касается негативных и позитивных аспектов, которые мы увидим. И тех действий, которых от вас ждет человек. Мы здесь можем видеть следующую картину. Из негатива мы можем видеть только его излишнюю, знаете, вот такое ощущение, что это мужчина-отец. И он вот эту вот свою властную и отцовскую сторону может достаточно явно проявить. И, возможно, даже вы будете спорить по поводу работы, возможно, кстати, будет разговор. И он будет говорить о том, что не пора ли действительно, например, на работу. Какие-то такие вещи он может затрагивать. Но при этом, вы знаете, это тот человек, который может сделать так, чтобы вы были довольны. То есть своей заботой, своим каким-то отношением, своими какими-то приятными сюрпризами, подарками, каким-то вниманием. Он действительно может сделать вас счастливее, может действительно принести вам некую радость. Но мы здесь, кстати, можем сказать, что вполне возможно после этой поездки у него в семье будет некий перерыв в общении. Как будто бы некие изменения, как будто бы ставшие для вас в этой ситуации подарком. Возможно, наобщаются люди так за время отдыха, что потом просто уже не захотят разговаривать, не захотят общаться друг с другом на протяжении некоторого времени. То есть здесь мы можем сделать вывод, что положительным моментом, помимо всего прочего, для вас может являться то, что человек после отдыха с семьей изменит какое-то такое отношение свое к вам. И вы можете в связи с этим действительно получить хороший подарок. От вас он ждет большей стабильности, от вас он ждет более какой-то, знаете, такой земной уравновешенности. И здесь мы можем сказать, что он не хочет, чтобы вы меняли отношение свое к нему. Но тем не менее, он хочет, чтобы вы нашли для себя работу и готов вам будет в этом помочь. Возможно, каким-то образом даже порекомендует коллектив, в который вы можете устроиться. Но, по крайней мере, пентакливые карты очень часто выходят, что говорит о сфере финансов. Плюс карты, которые напрямую указывают на работу, тоже у нас здесь в этом раскладе выпадают. Чего не будет между вами и что будет. Но вот здесь вот мы можем увидеть, что ваши отношения могут переживать некую цикличность. И в данном случае, несмотря на то, что человек хочет мириться, возможно, вы себя поведете как-то достаточно жестко. И здесь может быть такая ситуация, что вы спровоцируете некую немирность здесь, в этих отношениях. Немножечко вам надо в этом случае быть мягче и, естественно, заканчивать вот ту ситуацию, которая началась конфликтной. Если человек будет мириться, то постараться все-таки с ним примириться. Здесь, может быть, также в ближайшие три недели, ну, скажем так, то ли поездка, то ли чей-то отъезд еще. И действительно то, что мужчина, по всей видимости, по возвращению ударится снова в работу. Ну, по крайней мере, у него будут какие-то дела, о которых он вам честно скажет. Здесь не будет лжи с его стороны. Вы можете увидеть, что он переключился, например, на работу. И здесь карта, говорящая, что до Нового года эти отношения точно будут продолжаться. Также мы можем говорить, что для вас последует финансовая помощь в этих отношениях. И что-то действительно приятное для вас, то есть некая сумма денег, которая, с одной стороны, не заставит его тратить очень сильно, а с другой стороны, будет достаточно значительной. То есть для вас это нечто благоприятное и для вас это что-то хорошее. Но, возможно, вы знаете, это будут деньги на лечение, потому что выпадает карта, которая может говорить о болезни. И также мы можем еще посмотреть совет карт, который нам как раз-таки говорит о том, что вам надо быть дипломатичнее. Вам нужно быть более ласковой. Вам нужно вести себя чуть более покошачьей, как такой ласковый, мягкий, теплый, нежный котенок. Но при этом не терять своей действительно сексуальности и кое-где действительно свои какие-то агрессивные выпады смягчать и вести себя, еще раз повторю, более дипломатично и более стандартно. То есть вы здесь должны быть, попытаюсь сформулировать, как будто бы частью патриархальной семьи. Но у нас, видите, что здесь есть? У нас на заднем фоне здесь вот на этой карте изображена мечеть с миноретом. То есть вы должны быть как будто бы второй семьей с классическим восприятием этой второй семьи без каких-либо обид. Но в то же время вы должны понимать, что если у мужчины две семьи, то он должен давать им равнозначно. Но этих трат на себя и этой некоторой равнозначности вам действительно нужно будет требовать не через обиду и нервы, а именно через ласку и более такое, знаете, кошачье поведение. В общем, я могу сказать так, насколько благоприятными будут ваши отношения, зависит в большой мере от вас, потому что если вы действительно будете себя вести очень, скажем так, агрессивно, если вы попытаетесь выяснить, прояснить обстоятельства и прояснить ситуацию, то дело может действительно закончиться расставанием. Это не пустой звук и вам нужно быть немножко мягче. Но при этом вы не должны заискивать, вы должны просто быть, ну, будто бы на правах второй жены или близкого, действительно любимого человека. Но в то же время сейчас настает достаточно опасный период, когда любые ваши резкие действия и слова могут привести к, ну, неким таким вариантам, достаточно серьезные для вас имеющим последствия. Поэтому будьте внимательны и прежде чем вы что-то будете говорить, внимательно подумайте над тем, зачем вы это хотите сказать и какие последствия будут после того, как вы это скажете. То есть здесь действительно вы должны говорить только о том, что вы продумали внимательно и перестать дуть губы. Я желаю вам от души, чтобы эта ситуация уладилась. Ну, по крайней мере, самое важное, что на сегодняшний день мы видим намерение человека к примирению. Он хочет мириться. И вот этой ситуации, пока он может привести вам подарок, пока действительно в проекте какое-то примирение, вам нужно воспользоваться и закрутить его так, чтобы это примирение действительно пошло вам на благо. Я желаю вам удачи, до встречи, до свидания.